В разных источниках данные одного и того же опроса сегодня отличались, поэтому новости Эстонии решили обратиться непосредственно к руководителю исследовательской команды, который дал точные цифры, полученные в результате работы. Итак, в Таллине центристская партия набрала бы порядка 42% голосов. Партия реформ почти в два раза меньше – 20%. Социал-демократы сохраняют третье место. Они получили бы порядка 12% голосов. Как отмечают авторы исследования, центристы немного потеряли поддержку избирателя. И связано это в первую очередь с тем, что их бывший лидер баллотируется по другому списку. И у избирательного союза Сависара и делового Таллина есть шансы преодолеть 5-процентный барьер и войти в горсобрание. Их поддерживает чуть меньше 8% опрошенных. Мы смоделировали ситуацию и узнали мнение потенциальных избирателей. Кого бы они поддержали, если бы выборы состоялись не 15 октября, а завтра. Поскольку уже известны партийные списки, списки союзов и независимые кандидаты, то люди рассказывали о своих предпочтениях конкретно, и это позволило получить максимально точные результаты, приближенные к реальным. ВОК также отметил, что избирательные союзы испытывают некоторые сложности с преодолением 5-процентного барьера для прохождения в горсобрание. Кандидаты союза и даже некоторые партии со слабой компанией имеют очень мало шансов на успех. Маловероятно, например, что зеленым и свободным гражданам Таллина удастся преодолеть пресловутые проценты, пока их поддержка среди потенциальных избирателей очень мала. Консерваторов, несмотря на шумную скандальную кампанию, пока поддерживают тоже меньше, чем ожидалось. У ЭКР, то есть у консерваторов, сейчас около 7%. А вот что касается партий ИРЛ, то их рейтинги среди потенциальных избирателей сейчас балансируют как раз на границе 5-процентного барьера. И все зависит от их потенциала и последних недель. Насколько они будут активными. К примеру, как часто будут их упоминать в прессе, будут ли какие-то скандалы. С большой долей вероятности, они все же пройдут горсобрание. Если говорить о возможном исходе октябрьских выборов, то специалисты пока не берутся делать прогнозы. Удастся ли, например, центристам сохранить в Таллинском горсобрании большинство, разъяснив избирателям разницу между ними и списком Сависара и Делового Таллина? Или переманит ли ИРЛ избирателей от ЭКР? Пока трудно прогнозировать. Но все же на всякий случай социологи советуют подумать о потенциальных коалиционных партнерах. Продолжение следует...